Всем привет! С вами СОП и мы продолжаем исследовать локацию болота. Напомню, в прошлой серии мы благополучно отбили Оксану у кровососов, слазили в штрек. Ну а в этой серии мы уже пойдем знакомиться с учеными, знакомиться с военными, то есть продолжим ковырять локацию. Вот обратите внимание, у меня в руках автомат, прежде чем мы куда-то пойдем, давайте озвучу главную новость. Дело в том, что реализовали мы возможность ставить обвесы на автоматы, но не на все. То есть там, где можно это будет делать, где ставить обвесы, там будет соответствующее описание у автомата. Значит, ну в данном случае можно ставить два варианта прицела, либо каштан, либо ПСО. Ну на выбор, допустим, каштан, да, как его ставить? Правой кнопкой мыши, бум, вот, и он встал. Точно так же можно присоединить и глушитель. Вот пока тут такая надпись корявая, но это ничего страшного. Вот. Получился и автомат, и с оптикой, и с глушителем. Значит, ну, что касается обвесов, да, то оптику можно будет ставить только на автоматы с индексом N. Ну, вот так вот, по фэн-шую сделано. Значит, и тогда получается вот такой вот ствол, да. Но видим, что когда смотрим в оптику, да, видно мушка. Как мне пояснили на оружейнике, пока ситуацию эту исправить не получится. Не получится спрятать мушку, но может быть мы что-нибудь придумаем. Пока так, в принципе, сильно она не мешает введению огня. Вот. Получается такая штука. Ну, давайте еще, смеха ради, поставим другой оптический прицел. Навесить. Вот это слово надо будет поменять. Навесить это что-то, что это не то. Значит, тоже вот мушка видна, и если посмотреть, ну, так его покачивает, да. Вот. Но, в принципе, вот эти вот оптика, да, и автоматы, они больше на среднюю дистанцию подходят. Поэтому, если засесть, вот, то, в принципе, можно довольно легко удерживать цель. Вот. Ну, и, соответственно, более точно вести огонь. Все это мы сейчас попробуем. Значит, давайте, давайте еще один объезд установим. Вот. Тут, к сожалению, почему-то он не рисуется, да, или не влазит. Не влазит, наверное, глушитель. Вот. Но это у нас, на самом деле, не критично. Вот. Главная суть, да. Эстетика. До эстетики мы еще доберемся, я надеюсь. Главное, что сами принципы действия работают. Если вот взять, выкинуть автомат, все как положено, он отображается. Вот. То же самое с этим. Вот. Видим, да. Полноценный, полноценный ствол. Это главное. Вот. Ну, слово за слово. Может, погоду немножко. Повеселее сделаем. Кто-то там уже топочет. Давайте. ПСО какой-то такой грустный прицел. Давайте что-нибудь. Каштан ему навесим. Навесим. Как в футболе. Вот так. В общем, походим тут. Погоняем зверушек. Тоже вот, если взять раскачку, качает ствол. Качает. Но и то, и другой оптики будет достаточно для того, чтобы воевать. Ну, скажем, вот как до этого дерева, да, оптимально. Бум-бум-бум. Всех там. Положил дальше, пошел. Потому что на дальние дистанции, ну, такие, существенные, да, скажем. Когда уже цель еле видна, больше подойдут СВД. Вот такого класса винтовки, которые уже полноценные, снайперские. Сколько что-то аномалии мелкие палки. Так, с ученными сейчас пока разговаривать не будем. Заберем водку. Там лежит дядя. Ха, а водки-то и нету. Ладно, нету, так и не надо. Кажись, вот, я не знаю, как так вышло, но, по-моему, вот всю такую халяву, да, поубирали. Поубирали водку, поубирали селедку. Вот, то есть теперь игрокам придется вот как-то так добывать харчи себе. Чтоб не легко и не радостно было. Закладки, которые уже всем хорошо известны, вот, насколько я вижу, часть из них канула в лету. Ладно, сохранимся. Эх, жизни, куда ты котись, попадешь под это, как не воротишься. Пойдем, служивый. Вот, по-хорошему, было бы чуть-чуть ему скорость, да, увеличить, чтобы он резче шел. Но, вроде так, оно и есть. Не знаю, как он там дальше пойдет. Пока чешет он исправно. Обратите внимание, потому что раньше он как-то своей вот этой такой вальяжной походкой чесал, и это было долго, нудно, напрягало, напрягало. Вроде, вроде, повеселее немножко стало. Что-то у нас никто не встречает. А, ну, конечно, вон уже там кабаны. Давай, дружок, иди за мной. Ну, вот, попробуем. Хе. Надо же. Ёлки-палки, давай быстрее. Взял меня, толкнул. Вот чучело. Кстати, вот, слышали вы или нет? Немножко звук поменяли мы у химии, в частности, бинты поменяли, поменяли. Как же их. Ну, в общем, у химии ряд звуков изменился. Смотри. 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 Все, вроде успокоились. А я думаю, что-то нас никто не встречает. Давайте ещё раз бинт послушаем. Ладно, не полезем мы в радиацию. Вот обратите внимание, дядька прошёл и костёр запалил. В принципе, удобно. По ком ты так усердно стреляешь? Странно, что он так дышит часто. На тушканах хорошо пробовать, насколько она там точна. Понятно, что мне ещё к этой штуке надо привыкнуть будет, давненько я с ней не ходил. К каждому стволу надо немножечко притереться. Я пока вообще не пользовал этот ствол, привык работать впритык. То есть, когда подбежала на два шага собака, тогда я по ней и работаю. А сейчас, вроде как, за счёт оптики, ну и качает её заметно меньше, чем раньше. Всё-таки можно работать на более дальние дистанции. Придётся нам это ещё освоить. Вот ей соли на хвост. Не падает. Надо бронебойное брать. Потому что сейчас вот глянем, должны быть следы кровавые. Нету. Даже кровь не пошла из неё. Чудеса. Но благо бронебойное у меня есть. Сейчас вот этих два уже давайте. Офигеть. Что-то бьют меня. Серия, да? Не заладилось. Значит, вот этого товарища вроде мы ещё не меняли. Точно сказать не могу. Но, по-моему, мы его не меняли. То есть, не дружили его с учёными. Проблема основная какая. Вот когда этот парень двигается к себе на базу, нередко бывает так, что он начинает драться с гигантом. Ну, понятно, что далеко не в пользу гиганта. Там всё заканчивается. Вот. И мы хотели избежать этого момента таким образом. Замерить учёных и гигантов. Ну, может быть, это и не совсем как бы правдоподобно, да? Но, с другой стороны, глупо, что чел, который там идёт наблюдать за гигантом, мы его там стараемся, ведём. И в конечном счёте приходится много раз переигрывать, чтобы вот этот Вася выжил. Ну, как бы кто-то может посчитать, что это вообще не важно на самом деле. Ну, погиб и чёрт с ним, да? Но я считаю, что если с таким отношением, да, то многие вещи останутся просто-напросто за кадром. Вот, конечно, это личный выбор каждого игрока, как ему там играть, как правильно у каждого свой взгляд. Так, всё. Пойдём отсюда. Быстренько-быстренько. Сходим в костру, сохранимся. Кого-то там разорвало, да? Знать бы кого. Дело в том, что как только мы сопровождаем нашего ботана, да, тут же начинает двигаться и второй ботаник двигается в сторону базы. А, нет, вот он живой. Вижу его, сейчас покажу. Где-то тут я его видел. Ну, да бог с ним. В общем, наша задача сопроводили ботаника, да, к гиганту и бегом оттуда. Ух ты ж, бот. Ничего себе. Что-то зона меня как-то невежливо. Давайте ещё один бинд съедим. Так. Вот. В идеале, конечно, когда проводили, да, ботана, как можно сказать, скорее оттуда свинтить. Вот. Свинтить, чтобы не получилось так, что там где-то со зверушками он там начал бодаться. Вот. Желательно, чтобы он в оффлайне шёл на базу. Ладно, давайте сохранимся. Сохранились. Ну и давайте, что мы сделаем. Давайте сходим, познакомимся с военными местными. Вот. То есть мы благополучно выполнили задание учёных. Да. За кадром я удостоверился, что дошли они благополучно. Вот. И в принципе, в принципе, всё на этом. Ещё такой момент. Вот раньше, раньше, мужичок, который там в коме лежит, да, вот видели мы на койке, он просыпался и шёл тоже в сторону лагеря учёных. Сейчас ситуация поменялась, он просто-напросто исчезает. Вот. И уже появляется спустя там несколько дней на базе. Пока этого не произошло, пока он не появился, но нам торопиться некуда. Мы сюда ещё сходим. Вот. Мы, наверное, сделаем следующее. Сходим к воякам, да, выполним их задание и потом уже будем выводить отсюда Оксану. Негоже ей тут стоять. Вот. Но, знаете вы, да, что выложили мы открытую сборку. Много было шума, гамма по этому поводу. И скажу вам так, что, ну, в принципе, как и ожидалось, да, я надеюсь, что сейчас вот народ пошумит, потому что вот дорвались, да, есть возможность там что-то под себя поправить. Единственная просьба, ну, имейте совесть гражданскую, да, сильно не донимайте в плане того, а как вот это открутить, а как вот это открутить или прикрутить. Это, прежде всего, как бы сборка рассчитана на людей, которые немножечко в теме. Те, кто не в теме, я все-таки предлагаю воздержаться от ковыряний, потому что, ну, вот бегать и выяснять, кто чего наменял, да, и там помогать, править, мы этого делать не будем. Вот, может быть, это и жестковато, да, и негуманно по отношению к игрокам, которые все время были скованы, да, тем, что ничего они там сами менять не могут, и что все, как всяк сказал, так и будет. Но, с другой стороны, вы и нас поймите, с каждой проблемой разобраться, хоть она конкретно для вас и, там, очень важна и гложет, да, это тоже, ну, большой кусок времени. Вот, я как-то с Сашей Петровым на этот счет общался, он говорит следующие вещи, что если, в принципе, вот проблема, ну, носит массовый характер, да, то есть это не конкретно у вас там что-то случилось, и это не дает нормально играть, а у большого количества игроков, это, да, конечно же, мы будем вмешиваться, будем какие-то, там, правки вносить. Но, если вы уникальный товарищ, да, и только у вас там случилась какая-то беда, то, ну, сильно на нас, как это, зла не держите. Кому сможем, поможем. Ух, там, что-то происходит, да? Ух, там, что-то происходит, да, где-то тут. Ну, видим, да, вояки там сейчас заняты, по ком-то они стреляют. Стой, не двигайся, ну, хорошо, стою, не двигаюсь. Ну, что застыл-то? Вот, блин, кто-то влез в наш диалог. Ладно, подождем, пока он там придет в себя. Может, еще разок. Давай, служивый. Ну, вот, видим, да, кого-то они там засекли. И наш кэп застыл. Бывает и такое. Можно было бы, конечно, пойти туда, подчистить там, чтобы они не волновались, да? Ну, что-то лениво как-то. Я надеюсь, что сейчас Капитан прочухается. Ладно, подождем за кадром, пока он там. Ждал я, ждал, не дождался. Попробуем еще разок. О, идет. Воин. Вот, если рассказывать про болото. Давай. Говори со мной. Если рассказывать про болото, как вы знаете, есть здесь еще одна застава военных. Вот. И мы немножечко поменяли торговлю у вояк. Вот. Позже мы подойдем, посмотрим. Но вообще советую обратить внимание, подойти, познакомиться с ними поближе. Там солдатики голодные, за еду патронами барыжат. Взяли. Какой-то автомат. А аптечки нет. Ладно, давай. Махнем. Так, ну, благо, есть у нас вот такая штука. Послушайте. Тоже мы ее поменяли. Такие слуги интересные. И сразу, как все ясно стало, да? После энергетики. Кстати, вот на МП5, по-моему, тоже можно обвесы делать. Ставить. Не помню. Надо будет посмотреть. Благо, что... Так, давайте в рюкзак заглянем. Да, есть у нас МП5, но он такой паршивенький. По-моему, на него можно ставить глушитель. При случае проверим, посмотрим. Вот, хорошо. Вот эти шланги, да? Такие. Непонятно, что это за провода. Толстенные такие. А вот по ним хорошо идти, ориентироваться к сгоревшей деревне. сгоревший хутор или как оно там называется. Довольно удобненько. Почти всех мы тут покрошили. Котов, кровов. Поэтому будет нормально. Будет удобно. Избавляться от трупов. Ну, просьба так себе, да? Нелегкая, несложная. Нудновато немножко таскать в аномалию трупы. Потому что нередко сам попадаешь в аномалию. В идеале, конечно, было бы пересмотреть вариант с получением вот этой вот... Жук. снежинки или как этот артефакт называется, который образует аномаль в результате активации. Получается, что можно... Ах, ты... Сомбан. Че творят? Ооо. И куда-то... Помчало. Можно было бы в кучку, да, вот трупы эти стащить, активировать аномалию и не мучиться. Но, в принципе, способ-то все равно затратный. Вот. Мало кто им пользуется. Так. Поэтому будем по старинке. найдем сейчас аномаль. И будем туда жмуриков таскать. А как же? наверное сейчас сохранимся и за кадром я поищу аномалию вот а потом уже будем прятать жмуров нашел я аномалию совсем рядышком она находится сейчас мы этих парней определим вообще занятие рисковое как вы знаете поэтому лучше всего одного уничтожили утилизировали сохраняйтесь сохраняйтесь чтобы не так обидно было потому что особенно если аномалия где-нибудь далеко находится вот мне повезло да совсем рядышком вот так вот иногда бывает затягивает зараза второй зелененький вот была у меня мысль подсмотрел я идею в УГСЕ мне она очень понравилась сейчас вам расскажу второй пошел значит идея заключается в том что когда в аномалию попадает какая-нибудь зверушка или человек да аномалия генерирует артефакты не всегда но с определенной долей вероятности и мне вот этот вот прикол очень понравился вот можно было бы со временем тоже его реализовать понятно что игроки тут же начнут пытаться да загнать зверей в аномалию вот но поставить такую небольшую вероятность чтобы это не было каким-то таким источником обогащения так ну ка парень давай есть все благополучно мы все сделали давайте сохранимся вот но и пойдем отчитаемся о проделанной работе значит вот мне понравилось честно идея замечательная когда в аномалию попадает какая-то живая тварь да вот аномалия в зависимости от того какие она там порождает артефакты с определенной долей вероятностью рождает артефакт вот эту идею можно было бы взять можно было бы взять но пока торопиться не хочу заимствовать какие-то идеи тут бы свои вот до ума довести в частности считаю но не прорывом но таким хорошим шагом положительным да это работа с обвесами вот то есть сейчас она сдвинулась с мертвой точки уже можно говорить о том что обвесы в моде работают вот это же хорошо 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 была раньше мысль усяка там через ремонтников что то делать но как по моему это лишнее нагромождать там идти ставить потом идти снимать ну то есть какая то ерунда вот и немножечко там саша петров а может и не немножечко почесал репу и вроде как получилось вот именно ставить на стволы обвесы и как вы видите они работают они работают вполне вполне себе адекватно ну муж когда можно там придраться да можно на форуме поизгаляться позубоскалить но я думаю что в целом это приемлемый вариант его довольно удобно использовать и мы еще его обкатаем как следует вот может быть на дикую территорию сходим потому что пока тут вот два дня сидора не будет да чем себя развлекать может сходим и на дикую может быть пока еще не знаю как бы не решил чем заняться но то что вот болото мы закончим за сегодня дал по 6 число у нас еще седьмое число в распоряжении можно идти куда хочешь вот посмотрим посмотрим куда лучше сходить так мы уже тут заболтались да вылечились можно снимать артефакты в курсе выдасту солдат тут можно канистры с бензином доставать в частности одна вот прям за стенкой тут стоит но этого делать я не буду мне не настолько это нужно что он сядь у тебя давайте наверно броник возьмем броник возьмем потому что но у меня как бы вот вот я отдам свой да вот этот вот замечательный особо прочный надо что то носить я думаю что и этот сойдет на первых парах и этот сойдет так у нас перевес давайте вот так сделаем чтоб перевеса не было в принципе все с вояками разобрались идем идем как санки значит вот слышал я так на форумах да говорят что очень медленно передвигается очень голодный становится быстро да немножко мы голод подправили подправили в том числе и на дефолте потому что ну как то народ говорит совсем невозможно там чуть ли жестко очень заходит этот дефолт поэтому чутка мы подкрутили вот я вам сделаю пару подсказок так как чтобы меньше есть во первых старайтесь меньше бегать чем больше вы бегаете тем быстрее накапливаете усталость тем быстрее голод там и все это все связано то есть перемещайтесь не торопитесь это первый момент второй момент если вы едите ну всякую тухлятину на там подгнившие батоны и прочее то сильно губу не раскатывайте вы не наедитесь то есть вам потребуется больше вот этих батонов закинуть и так далее тоже такой момент вот вообще старайтесь именно передвигаться не быстро не быстро потому что бег спринты они влияют как на усталость так и на голод вот оптимальная еда это консервы они не портятся вот можно можно всегда наесться кстати вот эти вот вещи должны были перестать портится но вижу я так что не перестали надо будет тоже это дело глянуть хотим мы колбасы вернуть им то состояние когда они вечные не портятся чтобы можно было и вреды их брать все таки он плюс у них есть плюс такой достаточно значимые они легкие по весу да поэтому чтобы не было вопросов что брать колбасу или там консервы тяжелые наверно все таки стоит или совсем маленькую степень протухание им поставить чтобы все таки было похоже на правду что ну не вечная еда или же убрать вовсе ну подумаем подумаем про эти колбасы охотничьи напомню что раньше вот первоначальный вариант этих колбас у охотничьих был такой что они не тухли вообще ну а потом как то всяк решил что а почему нет пускай тухнут может быть может быть другое дело что но в принципе знаете я вот так сейчас иду рассуждаю не так они и быстро портятся может быть и не надо ничего менять потому что я эти колбасы уже сколько ношу сутки на шуток точно вы представьте сколько тут суток влезет может не надо вот но те же батоны да они уходят быстро то есть стоит его там пару часов подносить он уже так подмокает сыреет плесневее чтоб наедться с него это надо батонов 10 закинуть получается что он там из батона как бы по куску всего имеет так ну что подруга так ну что подруга все погнали на кордон так дайте подумать получается что на текущий момент вот все мы на болотах и поделали наверное больше нам ничего не осталось так получается оксану сейчас выведем вот позже какой-то ковш валяется раньше его не припомню но да ладно будет будет у нас еще одна просьба от мужичка который в коме там лежал да ну вот и все пожалуй собаки разбегались ух ты ж ё-моё отпустой так надо наверно зрение в порядок приводить зрение в порядок вот здесь попробуем фигушки здесь не разводится костер ладно но я не знаю вот честно говоря тут боев это особо никакой и не будет поэтому может имеет смысл за кадром ввести оксанку чтоб вам вот это вот красотищу эту не смотреть ну посмотрим давайте сделаем так сейчас восстанавливаю зрение а то мне тут от собак прилетела если будет видно нормально то пойдем дальше а если не будет видно ну туда за кадром в принципе видно но троид да в глазах видно что вот фигня наверно тогда за кадром я пойду вот продолжим уже ближе к кордону удалось вот церкви купить энергетику сталкера поэтому остаток болот моет запишем до зрения привел в порядок значит но вот до сей поры я шел без единого выстрела никого там особо не обходил вот но а здесь знаем что кабаны бегают я надеюсь все у нас получится хотя вот слышу я так что не только кабаны туда зараза где-то тут и псевды бегали но если бы как бы они нас не станут преследовать то я их тоже там не буду наказывать все таки вот мадам с нами давайте еще кровь остановим вроде тихо так а что у нас канистра но бензин мы сплавим то есть нам полегче будет конечно ходить отдадим не у них и до костюмчик что у нас там по просьбам получается нормально все получается сейчас я заберу свои пожитки здесь я складывал что под не таскаться с лишним весом по болотам потому что все таки зеленый контейнер он тяжелый зараза вот я наверное его до пары припрячу раз уж сидора нет припрячу в баре благо что артефактов у нас хватает но то чтобы рассчитаться там с ворониным на пару дней полежат полежит наше добро ничего с ним не сделается вот и черт его знает у меня вот как-то терзают сомнение то ли на дикую податься то ли начать с бандитами мутить так всякие вот обвесы их много короче все я забираю будет конкретный перевес но как-нибудь доползем луна поползая за кадром наверно потому что в это не дело вот так вот вас мучить все встретимся на кордоне итак оказались в новой деревне я бы давайте первым делом избавляться от тяжести горячий потянущики не что в этом получили шмад на меня все таки патронов тоже неплохо прямо с вами все так прямо щешку ворчал соком стекал почему тут люди стреляют в людей тут и так выжить трудно они еще без конца собачьи вот видите да получается ну надо же было так ладонь разжал к патронов и на завтра наверняка разнов присоединить видит что можно тоже обвес так и осталось нам что осталось там костюмчик этот отдать не умехи тяжелый ну-ка но я не желаю деки то и учиться не хочет покупать у меня мэрика и столовую саду ладошадь Здорово! Так, ну-ка. Как там наша просьба? Всё. с просьбой порядок ну я проверил вот оксана верга со благополучно она добралась все вот у нас конечно дичайший перегруз будет плестись мягко говоря не очень не очень просто вот поэтому пойду я на бар за кадром вот но я вот так думаю что в принципе серию на этом можно и заканчивать начнем уже следующую серию на баре вот когда я все это с порядку и да там хабарок вот и наверное наверное двинем или к бандитам или в сторону янтаря подумаем но пока все пока и до новых встреч